Здравствуйте всем. Не будем время терять, потому что нас тут отъели немножко. В общем, смотрите, меня зовут Евгений, я являюсь сейчас менеджером по развитию нашего продукта и компании нашей. Мы разработчики 1С фитнес-клуба, то есть мы являемся одним из лидеров отрасли автоматизации фитнес-клубов и все, что с этим связано. В общем, как в любом бизнесе, вообще в любом деле можно совершать ошибки, которые недопустимы в том или ином случае. Это то же самое, что открыть отдел продаж, неправильно сделать систему мотивации для менеджеров, которая будет просто криво работать. Или сделать автоматизировать клуб так, что он просто будет неправильно работать, либо выполнять как-то через год, через два мы понимаем, что надо было делать по-другому. К сожалению, презентация будет короткая, об этом можно будет вечно рассказывать, но на самом деле я расскажу одну вещь, самую главную. Если вы когда-либо что-то начинаете делать сами, знайте, если у вас не хватает либо денег, либо времени, даже не пытайтесь делать это самим. Например, создать собственную систему автоматизации, собственную CRM сделать. Вы не поверите, на создание нормальной CRM-системы для фитнес-клуба требуется приблизительно два года. Это имея штат программистов, зная, как что пилиться, знание, как ставить задачи, проектировать систему, понимать конечную цель, начальную, видеть всю эту инфраструктуру. А тем более, когда вы занимаетесь управлением клуба, у вас времени на это никогда не хватит. За исключением, если у вас есть очень много денег. То есть очень много денег, можно действительно сделать для тебя все что угодно. Вы сами понимаете, что за любые деньги любой каприз решается. Основные какие моменты, проблемы бывают, с чем мы сталкиваемся. На самом деле буду не по презентации, а буду говорить то, что есть сейчас. Буквально на предыдущей выставке, посвященной фитнесу, общался с одним из коллег из наших из Казани. Ребята сказали мне объективную вещь. Говорят, слушай, у нас чаще всего инвесторы, собственники берут человека, берут управляющего, который будет заниматься фитнес-клубом, автоматизацией. И говорят, выбери сам программу, в общем, сделай все сам. Ну, управляющий, не разбираясь, не углубляясь как-то в процесс автоматизации, берет какую-то систему и говорит, будем работать на ней. Сам, не пытаясь разобраться, все перекладывает процесс на сотрудников, которые пониже, администраторы, руководители отдела продаж, фитнес-департамент и так далее. И в итоге получается, что те снизу говорят, слушай, ну тут что-то не хватает, этого не хватает. Управляющий говорит, ну у нас был только один бюджет, мы не планировали никаких доработок, ничего. И говорит собственнику, ну в общем разработчики виноваты, они гады. Ну то есть по факту получается, что ты начинаешь использовать какую-то систему, не разобравшись сам до конца, перекинув на других. И в итоге получается, что полный, ну то есть, есть такие слова, они неупотреблемы в нашем обществе. Но это действительно так. И появляется и конфликт между разработчиками, и конфликт между собственниками, управляющими и так далее. А всего лишь надо было потратить время на самостоятельное изучение. Не надо знать детали, там вот прям глобально все, потому что расчетчик зарплаты знает лучше, чем как настраивается система, да, в своей, там вот именно в расчетной системе, лучше, чем управляющий. Но он, по крайней мере, понимает общие процессы, которые происходят. И самое главное, здесь не захотели обучать персонал. Да ладно, сейчас разберутся, тут инструкцию почитают. Нет, такого не бывает. Это не телефон, это не компьютерная программа, это, ну даже не компьютерная, имеется в виду компьютерная игра, давайте так, где есть обучалка первоначально. Такого не бывает. Это бизнес-система, любая, какую ни возьмете. То есть обязательно должно быть внедрение полноценное, чтобы вам провели обучение, то есть рассказали, что как делается, сопровождали после этого и так далее. Но это как бы, это вот прям такие глобальные вещи. С чем чаще всего все пользователи сталкиваются? С тем, что система перестает сопровождаться, обновляться и так далее. Я не знаю, как вы здесь, ну все используют какую-то систему. У всех есть какие-то, ну недостатки, идеальных систем не существует. Но это действительно так. Но есть те, которые стремятся развиваться, ну каждый кулик хвалит болото, да, свое причем. Да, действительно мы развиваемся. Мы выпускаем за последние 5 лет, мы перепрыгнули через себя дважды. То есть мы сделали кучу девайсов и синтегрировались, чем только можно было. И перевыпускали новых версий, которые радикально отличаются. Если кто-то с нами дружит с год 12-го, с 13-го, то знает, как сильно отличаемся то, что было тогда, буквально 5 лет разница, и то, что есть сейчас. То есть если 5 лет назад говорить, там интеграция с системой контроль доступа, да, она была поверхностная, то сейчас, ну говорить о том, что есть интеграция с биометрией, подсчет групповых занятий, да, автоматически, то есть достаточно чекина небольшого сделать. Или там сделать мобильное приложение для тренера. Да, где тренер может сам отмечать, не введя никаких экселевских таблиц, либо бумаг, которые вы используете чаще всего. Так вот, системы перестают развиваться. То есть есть некоторые вещи, где не просто само обновление перестало выполняться, а платформа изначально, которая, знаете, как вазовский движок, да, как-то его, вот корпус меняли, а толку никакого. То есть он как был вазом, так и остался вазом. Надо изначально, то есть меняется полностью фундамент решения. То есть должна меняться платформа. Если она не развивается, как сейчас бывает, ничего дальше не выйдет. То есть через пять лет, когда появятся в других клубах новые идеи, ну давайте простая вещь. Где-то там водичку продают на ресепшене, да, то есть там администратор водичку постоянно продает. То есть клиенту нужно пойти спуститься либо в бар, либо подойти к ресепшену и купить водичку. Сейчас можно поставить вендинговый аппарат. Клиенту не надо носить деньги. Он подошел к браслетам, прислонился и купил тут же себе воду, там очки, плавки, там если он в бассейн купается, там. Ну можно продать все, что угодно. То есть вообще, то есть даже живой уголок нельзя. Рыбок можно продавать, да. В общем, не важно. Можно продавать все, что угодно. И понимаете, вот через пять лет, если вы эту тему не поймали, то в другом клубе появится, и вам говорят, у них нет, прикинь, а тут водичку можно купить, а тут солярий, не надо говорить администратору, включи мне пять минут. То есть ты подошел сам, браслет приложил, пять минут выбрал, нажал кнопочку старт, лег, позагорал, и у тебя уже деньги списали с лицевого счета, то есть автоматически. Или рекуррентные платежи. Ну все боятся, да, рекуррентные платежи сделать. Ну что-то такого. То есть мобильная связь большинство людей уже давно использует. То есть если у тебя есть какой-то фиксированный платеж ежемесячный, 1200 рублей там какой-нибудь, да, за мобильную связь. У тебя автоматом списали с карты, ну вот то же самое. Но если вы не используете эти вот тенденции, ну вы потихонечку в какой-то некий тупик и перестаете развиваться. Вы же ходите все на форумы, вы же хотите развиваться. Так вот развивайте ваш фитнес-клуб. Если ваша CRM-система не позволяет развиваться, меняйте ее. Ну реально меняйте, делайте что-то новое, то есть делайте новые вещи. Ставьте в систему контроля доступа. Я понимаю, когда технически это невозможно, но во многих клубах это возможно. Выбирайте персонал. Зачем нужен администратор ресепшн, три штуки, чтобы они выдавали ключи. Ну ставьте в систему контроля доступа, которая по пальцу, по лицу, да как угодно проходит. У кого есть код? Кто использует турникеты? Не, ну кроме, Надежда, кроме вас. У вас есть код, да? У вас, что, реально больше ни у кого скуда нет? У вас есть, да? По пальцу или по картам проходит? По пальцу, да, палец везде. Ну вот, если у вас технически есть возможность, я вам не буду описывать плюсы, ну как бы они очевидны. Человеку не нужно выдавать ключ, у вас нет толпы на ресепшене, люди сами проходят, клиенты не задерживаются туда-сюда, да? То есть, если у него будет какой-нибудь вопрос, он подойдет к администратору, да? Ну уменьшите народ. Но один администратор, это минимум 30 тысяч в месяц, там, со всеми налогами. Даже независимо, в каком мы городе живем. А хороший администратор стоит еще дороже. То есть, нормальный администратор. Ну, в общем, на самом деле, вещей множество, которые можно делать. То есть, вопрос в том, не пытайтесь делать это сами, ну, не пытайтесь разрабатывать сами. Как я говорил, что если у вас не хватает времени, давайте времени, окей, будем считать, что у нас у всех деньги есть. Не хватает времени этим заниматься и знаний. Вы, как ремонт, вот как ремонт. Если кто-то пытался сам сделать, своими руками отремонтировать кухню, там, коридор, поклеить, ну, поклеить обои, это ерунда. А когда стены выпрямить, так далее. И потом он, был такой старый анекдот, там, либо мешок соли, да, либо ты там, вот. И, в общем, один то соль, то это, то это. Потом говорит, а ведь заберите свои деньги. Вот, в общем, здесь такая же ситуация абсолютно. Второй момент. Когда вы выбираете систему, смотрите на то, чтобы она развивалась. Я не, как бы, не хочу камнем в чужой огород, да, как бы, у нас, мы не одни на рынке. Но система должна иметь возможность доработки, даже самостоятельной. Например, вам не хватает отчета, вам не хватает какой-нибудь печатной формы. Ну, возьмите, заплатите программисту, там, 3 тысячи, 4 тысячи, там, фрилансеру, который может написать на этой же платформе любое решение, и он вам сделает. Не надо ожидать, пока разработчик, ну, к примеру, да, есть вот такая ситуация. Я поясню простой пример. Есть спорткомплекс олимпийский, там есть бассейн. Ребята выбирали множество продуктов, сначала одно, второе, третье, в общем. Потом решили, да, ладно, давай, говорит, давай с ними. В общем, выбрали они нас. Они запустили систему, ну, они не фитнес-клуб. Там вообще, там настолько какой-то извращенный бизнес-процесс, там все как-то вот по-совковски. Но в целом классно. То есть, ну, 50-метровый бассейн, все правильно. Им не хватало функционала, они взяли программист, он им написал все, что им хотел. Вообще не вопрос. Программистов, ну, простите, 1С на рынке просто море. Ну, то есть, 10 тысяч партнеров в стране и каждым как минимум работает 3-4 сотрудника. Ну, есть понятные ИПшники, там в виде одного лица. 300 тысяч приблизительно программистов. То есть, сертификатов было выдано 1С. Это колоссальное количество людей, которые могут пилить все, что угодно. То есть, любой функционал, который вы хотите. Даже, давайте начнем с того, что все облачники, которые есть, существуют вообще, облачные сервисы, они не позволяют никаких изменений. Ну, вот как есть, так и есть. Вот и работаешь, привык. У нас можно использовать внешние расширения, доработки и так далее. То есть, люди перепиливают себе и делают свои документы, формы, интерфейсы, отчеты. И все просто. То есть, они также продолжают на облаке работать. Ну, просто добавляется эта вещь. Это платформа, которая живет. Она периодически развивается. Она появляется в новые вещи, возможности, функционал. У большинства продуктов такого нет. Просто физически ресурсов не хватает. То есть, ну, мы тут в выгодном положении. Это отдельная тема. Второй момент. У нас, понятно, у меня есть еще буквально там 5 минут, наверное. Что хотелось еще сказать. Скажите, а мобильное приложение кто использует? Так. Ну, в общем, вы вообще находитесь в Воронеже, а есть все вообще. В Москве таких нет. И у вас. Ну, в общем, где-то процентов 15 из зала использовать мобильное приложение. Знаете, для чего оно надо в первую очередь? Это не для того, чтобы клиент оплатил там карту, купил или что-то персоналку. Это, ну, помимо сервиса, реальная вещь уменьшает загруженность персонала вашего. Ну, понятно, что на покупку услуги, там, блок персональных тренировок, запись на занятия, там, клубную карту, заморозки. Вот он приходит звонить. Да, заморозьте мою карту. То есть он отнимает время у сотрудника, который мог заняться продажей, там, выполнение каких-то обязательств. Там у него еще куча KPI своих. Заморозки можно делать через мобильное приложение. Давно уже. То есть вот реально просто сделать, заморозить. Сам себе нажал, все заморозится. Записаться на занятия групповое. Да, никого не дергая, ни тренера, ничего. Выбрал себе удобное время, записался. Это реально надо. То есть для того, чтобы все это работало, это должно работать в системе объединенной. То есть это должно синхронизироваться. И второй момент еще. Мобильное приложение для тренеров. То есть не просто для тренера как такового, который ведет там тренировочный процесс. Мы тут даже тягаться не будем. Куча приложений и наших, и импортных есть. Самое главное приложение, которое позволяет вести, планировать свое время. То есть групповые занятия отмечать, персональные тренировки. Чтобы не на бумажечках было и где. А кстати, можно еще последний опрос. Коллеги, а у кого тренер ведет свой тренировочный процесс именно своих клиентов? Сколько у него человек было, когда приходит в отдельно в Excel, на бумажках, не в системе? То есть у всех остальных в CRM ведет? Не в CRM. Не в CRM, в внешних системах непонятных. У остальных не ведут тренировочный процесс. Да ладно, ну как тренер не может вести персональные тренировки? Ну наверняка же ему звонит клиент и говорит, запиши меня на вторник. На вторник не могу, на среду. Давай на среду, я приду за него. Но вы при этом не знаете, сколько у него тренировок в день должно быть. Вот, допустим, руководитель фитнес-департамента, понимаете, что есть левак, клиент, когда платит индивидуально тренером, слушай, потренируешь меня? Да, бывает такое. Вот идет руководитель фитнес-департамента, смотрит, тренирует. А если нет единой системы, он что, будет подходить, спрашивать? То есть он должен где-то записать, пометить. А если бы он использовал единую систему и у себя в приложении отметил о том, что я сегодня там тренирую вот Савельева, Артема, о том, что у него персональная тренировка, вопросов нет. Тренер, руководитель фитнес-департамента открыл или там старший тренер, главный тренер открыл, посмотрел, у него сегодня там у этого тренера расписано. Это все реально в мобильном приложении. Но для этого нужно развиваться вместе с ним. То есть для этого нужно, чтобы сервис-система поддерживала это. Если вы по-прежнему работаете вот так, то… Если вы еще никак не работаете, но планируете, ну вы должны знать о том, что это есть. Вопросы? Вопросов нет. Давайте. Да. Да, через мобильное приложение, либо через сайт. Насколько есть сетка расписания у тренера и график работы проставлен? Давайте так. Есть такая вещь, как называется платная отмена. Если ты не отменил тренировку за определенный промежуток времени, она считается, она будет считаться оказанной. То есть ты не можешь ее отменить без штрафа. А если… Персональные тренировки безлимитные? А, про групповые? Вы же уже с ним согласились, что он не платит ни за что. Как можно его… Смотрите, если он записался и нет, то мы можем… Давайте сделаем так. Можно внешний отчетик сделать простенький или обработку, которая автоматически будет, ну триггерно ставить клиенту долг или штраф какой-то. Если он не пришел на тренировку, но был записан на нее. И не отменился, и не выписал. Даже не цена вопроса, а время реализации такой штуки, я думаю, часа четыре. Не в техподдержку. Если вы с нами дружите, то лучше позвонить мне, подойдете тогда на стенд, оставите контакты, или я вам визитку дам. Вы мне тогда напишите, мы с вами обсудим эту задачу, и я тогда подумаю, как ее реализовать. Вопросов нет. Все. Господа, еще последняя вещь. Да, у нас на самом деле впервые вообще за всю историю выставок мы никогда не делали так, да и вообще никто не делал. Мы предлагаем реально автоматизировать ваш фитнес-клуб, независимо от того, какая у вас CRM-система сейчас есть, под ключ, ну за исключением системы контроля доступа, потому что рынки это отдельно. Именно автоматизировать, внедрить CRM-систему, неважно там какое у вас количество пользователей и так далее, с переносом данных из вашей предыдущей системы и возможностью использовать систему полгода в облаке. Для этого надо просто подойти на стенд, заполнить анкету, ну и полгода. Я говорю, автоматизация под ключ бесплатно. Нет, давайте так, реально, бесплатно. Это слово неправильно, такого не бывает, но это действительно так. А через полгода вы решите сами. Хотите вы использовать дальше, окей, продлеваете тогда банкет. Не хотите продлевать, вы можете купить коробочную версию, мы отдадим вам вашу базу, раз-два я снова продолжил работать. Буквально на днях, объясню еще одну вещь, буквально на днях один клуб купил нашу систему, работал на коробке, ну то есть установил все локально. Захотел переехать на сервер, на облако, ну потому что надо было поддерживать сервер так или иначе. Все равно нужен админ, который будет это все делать, надо деньги платить. Десять минут составил переезд. То есть они перетаскиваются в файл, вот так вот, почти копированием из папочки. Ладно, шучу, не из папки в папку. Импорт и загрузка, и даже настраивать кассы не надо было. Вот такие мы крутые. А в зависимости от того, какие вы. Но если вы студия небольшая, вы немного платите. Если вы клуб большой, вы платите. А какой большой? Сколько у вас компьютеров? Ну, вы можете подойти, вы вот так вот прикиньте, сколько у вас компьютеров реально. Вот именно количество компьютеров зависит, и все. На самом деле, все равно будет у вас там 30 менеджеров, которых нужно обучить, либо это будет 10 менеджеров. Вот вообще все равно. Это автоматизация под ключ. 20 компьютеров? Как вы называетесь? Я не в курсе про этот клуб. Ну ладно, давайте так. Я понял, я понял. Вопрос не совсем корректен, потому что есть еще нюансы, которые могут касаться вас. У вас будет ли требоваться система контроля доступа, потому что турникеты это отдельно приобретается и так далее. Это не относится к нам. Да, мобильное приложение, какое вы хотите, с каким сервисом, то есть должно быть использоваться. Потому что может по политике партии у вас вообще не предусмотрено использование там записи на персональной тренировке, а тренеры работают сами по себе. То есть они сами по себе ведут своих клиентов, они просто, клиент вам оплачивает просто членство и все. То есть здесь от этого будет зависеть дальнейшая судьба. Ну это не… Вы можете подойти, я могу посчитать, прямо вот там же это несложно. Но поверьте, чугунный мост дороже гораздо. Спасибо большое. Всем хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.